МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Указом главы государства Мурат Нуртилео назначен министром иностранных дел. В то же время он является заместителем премьер-министра. До настоящего времени Нуртилео был главой администрации президента. Его на этом посту сменил Олжас Бектенов, который ранее занимал должность председателя антикоррупционной службы страны. К слову, свои посты сохранили министр обороны Руслан Жаксылыков и министр внутренних дел Марат Ахмеджанов, вновь переназначенные главой государства на эти должности. На первой сессии парламента 8-го созыва глава государства заявил о необходимости формирования справедливой и прозрачной налоговой системы. В условиях развития налоговой культуры оборот государственного фонда остается стабильным. Очевидно, что в экономике наблюдается положительная динамика. Также Касымжимар Токаев подчеркнул необходимость помнить, что налог является обязательным платежом перед государством. Тем не менее, уклоняющихся от уплаты сбора в стране немало. Почти 14 миллиардов тенге составляет сумма задолженности казахстанцев только по транспортному налогу. Из них более полутора миллиардов тенге долг жителей северной столицы и города Алматы. По словам специалистов, крайняя дата уплаты налога продлена до 4 апреля. В противном случае неплательщиков подвергнут давлению со стороны судебных приставов, которые уже начали принимать меры пресечения, такие как блокировка банковских счетов, арест имущества и ограничения на выезд из страны. Напомним, на данный момент в Казахстане официально зарегистрировано более 4 миллионов автотранспортных средств. Поскольку 1 апреля выпадает на выходной день в субботу, дату выплаты передвинули на 3 число. Таким образом, у должников есть возможность успеть закрыть платежи. На сегодняшний день для удобства граждан предусмотрено множество методов транзакций. Например, если человек из-за большой занятости не имеет возможности вырваться с работы, оплату можно произвести через мобильные приложения, такие как Исалы Казамат или банковские Каспи Кейзет и Хоумбанк. В Тауды-Кургане прошел чемпионат Казахшами Батл, организованный молодежным центром ЖТСУ Жастары. Основная цель мероприятия – скрасить досуг собравшихся интеллектуалов. Посоревноваться в уровне эрудированности пришли около 140 жителей области, ЖТСУ. Все они являются участниками и победителями подобных квестов. У себя в регионах конкурс состоял из семи раундов. В каждом этапе по шесть вопросов. На их решение участникам дается по одной минуты. Стоит отметить, команды-победители получили путевки на предстоящую игру республиканского масштаба, а также были награждены ценными призами. Главная цель – это развитие квиз-игр, интереса людей к знаниям, а также цель – отобрать самые лучшие команды для участия в республиканных соревнованиях. Кстати, в этих играх у нас участвуют 23 команды. Они все самые лучшие с нашей области, с нашего города. Все многочисленные чемпионы, призеры разных игр. Мы надеемся, это поможет в развитии квиз-движения в нашей области. Большое спасибо организаторам, в первую очередь, что организовали такую встречу. Здесь все уже друзьями стали и хорошо друг друга знают. И это действительно субботний вечер дает нам успокоиться, расслабиться и накопиться энергии. Также надо сказать, что игра Mi Battle с каждым годом развивается. Я выступаю от именно команды 11-й школы, и наша команда в прошлом году занимала хорошие места. И надеемся, что тоже сегодня будем в числе победителей. Спасибо. Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудибаев, которого судят по январским событиям, объявлен в международный розыск. Как выяснилось, подозреваемый совершил побег из страны. Ситуацию уже подтвердили в пресс-службе КНБ. Настоящее место его пребывания не установлено, но уже известно о том, что еще 23 марта Серик Кудибаев пересек государственную границу Республики Казахстан, и в тот же день из-за аэропорта Манас в Бишкеке вылетел в Стамбул. Подробности побега озвучил судья Талдыкурганского суда на очередном заседании. Ранее процесс откладывался четыре раза из-за неявки Кудибаева. По словам представителя Фемиды, 9 марта подозреваемый был госпитализирован в медучреждение с диагнозом гипертония. Так как из-за болезни Кудибаева судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд. Однако из-за побега подозреваемого прокурор обратился к суду с просьбой приостановить дело бывшего начальника департамента полиции, а также объявить его в розыск. Напомним, экс-глава полиции Алматинской области обвиняется в превышении должностных полномочий во время январских беспорядков. Серег Кудибаев отдал приказ личному составу не применять мер по обороне и покинуть здание департамента. Он также сам покинул дверенный ему участок и выехал по месту жительства в Карасайский район, не обеспечив сохранность секретной документации, имущества и вооружения. В результате нападающие свободно проникли в здание департамента полиции и завладели боевым оружием и боеприпасами, что привлекло к тяжким последствиям. Руководство статьями 45, 341, 342 и 335 уголовного процесса военного конца суд постановил приостановить производство по уголовному делу по обвинению Кудибаева, Селико, Мурзакулыча в совершении уголовного правонарушения происходящими пунктами 1, 3, 4, часть 2, статьи 146, часть 4, статьи 362 уголовного конца в связи с объявлением его в международный розыск. Уголовное дело возвратит прокурору в области ЖИЦУ для осуществления надзора за законностью розыска подсудимого, а приостановлении производства по делу сообщить участие в процессах. Постановление может быть обжаловано или принесено апелляционное ходатайство прокурору в апелляционную судебную коллегию по уголовным делам в области ЖИЦУ через Сталдокурганский городской суд в течение 15 суток со дня вынесения постановления. Казахстан лидирует в странах СНГ по количеству преступлений, связанных с изнасилованием несовершеннолетних. В международном рейтинге из 120 стран он занимает 46 место. Довольно часто инфопространство сотрясают будоражущие души истории, связанные с растлением и надругательствами над детьми. В мерах борьбы с такой ситуацией одного закона недостаточно. Жертвам насилия необходима максимальная поддержка со стороны общества, заключают психологи. За последнее время уровень насилия над несовершеннолетними поражает высокими цифрами статистики. Так, в прошлом году в области было зарегистрировано 7 фактов. Основной возраст потерпевших 15-17 лет. По словам представителей компетентных органов, цифры на сегодняшний день значительно выросли по сравнению с предыдущими показателями. В прошлом году с момента разделения области было зафиксировано 7 фактов изнасилования, а за три месяца текущего года подобных случаев уже 9, связанных с попыткой изнасилования. В соответствии со статьей 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан возбуждены дела. Проводятся следственные мероприятия. Из общего количества жертв – 5 несовершеннолетних. Насилие – это болезнь и проблема всего общества. Над диагнозом усиленно работают специалисты-психологи. За два года своей деятельности помощь трём подросткам оказала Салтана Джумабаева, которая работает психологом. Однако её функции на этом не ограничиваются. Женщина работает и с обидчиками. «Сколько бы специалисты не работали с ребёнком, они помогут восстановиться лишь на 40% из 100%. Основная поддержка должна идти от родителей и окружения ребёнка. Если же не будет заботы со стороны мамы и папы и защиты со стороны закона, то ребёнок может не справиться с тяжестью ситуации. Отсюда и риск суицида. Есть вероятность, что впоследствии потерпевший может стать трансгендером». По мнению специалистов, в большинстве случаев родители не хотят выставлять трагедию на всеобщее обозрение и тем самым замалчивают ситуацию. В результате виновные остаются безнаказанными, что ещё более усугубляет положение жертв насилия. Практически все выходят в будущее с израненными душами. Поэтому стоит не только усилить меры по борьбе с насилием постфактум, но и постараться уберечь и обезопасить своих детей, в надежде, что такого ужаса с ними никогда не произойдёт. Аида Ахметова, Мадина Мурадбек, Кызык, Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. В одном из домов Саразека в Кирбуласском районе произошёл взрыв. Инцидент случился 1 апреля в 11 часов ночи в двухэтажном жилом доме по улице Малина. Как выяснилось, газовый баллончик весом 400 граммов находился возле отопительной печи, и из-за его нагревания произошёл взрыв, в результате чего были повреждены стены и окна дома. К счастью, пострадавших нет. На данный момент ситуация находится на контроле районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, а гражданин, нарушивший правила пожарной безопасности, оштрафован по статье 410 части 3 Административного кодекса Республики Казахстан. В целом, по области с начала года зарегистрировано 5 подобных случаев, в связи с чем представители департамента по чрезвычайным ситуациям просят граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании газовых баллонов. В области ЖТСУ задержана женщина-сутенер. Она заставляла несовершеннолетних девочек заниматься проституцией. Обманным путём, применяя шантаж, в течение 9 месяцев, сводница принуждала двух подростков заниматься грязным делом. Об этом стало известно на брифинге Министерства внутренних дел Республики Казахстан. По словам начальника департамента, по борьбе с организованной преступностью страны Каната Нормагамбетова, преступление было раскрыто в ходе спецоперации «Стоп Трафик». По результатам рейда полиция раскрыла порядка 40 правонарушений, связанных с торговлей людьми на территории Казахстана. Большая часть их – это вовлечение в занятия проституцией и сводничества. Так, в ходе спецоперации была задержана целая группировка, оказывающая интимные услуги и занимающиеся организацией сводничества в области ЖТСУ. В области ЖТСУ установлена женщина 93-го года рождения, которая путем обмана в течение 9 месяцев вовлекала в занятия проституцией двух несовершеннолетних 2008-го года рождения. Это учениц 8-го класса. Полученный доход присваивала себе. По данным фактам начатое досудебное расследование по статье 134 Уголовного кодекса вовлечения несовершеннолетних в занятия проституцией. Торговля людьми является международной проблемой, для противодействия которой необходим комплексный подход. Для этих целей в стране выстроен эффективный механизм работы, включающий законодательные, профилактические и практические меры. Во Франции начались европейские гастроли казахстанских артистов. Они приурочены к 15-летнему юбилею фольклорной группы «Туран». Первое выступление прошло с аншлагом и многократными вызовами на бис. Казахстанские коллективы уже зарекомендовали себя на мировой сцене. Поэтому от их выступлений ждут самого высокого класса. В этот гастрольный тур отправились также обладатель титула «Лучший тенор Европы» Медед Чатабаев и магистрант Шанхайской консерватории Толгар Толкнулы. В репертуаре известных вокалистов произведения от Орытке и Каражурга до современной музыки, в которой вместе звучат рояль и виолончель, а также созвучие национальных казахских инструментов. На территории Казахстана преступная группировка реализовывала угнанные российские автомобили. На протяжении года мошенники незаконно ввозили машины, находящиеся в розыске. Подельники приобретали иностранный транспорт, изготавливали на него фиктивные документы и благополучно пересекали границу. Отработанную схему выявило агентство финансового мониторинга. Трое подозреваемых получили сроки от 6 до 8 лет лишения свободы. Пока что приговор суда не вступил в законную силу. Установлено, что группа лиц по предварительному сговору приобретала на территории России транспортные средства, находящиеся в розыске. В последующем изготавливали на них поддельные документы, на основании которых без фактического пересечения границы производили регистрацию на территории Казахстана. После регистрации и получения правоустанавливающих документов, получая госномер, пересекали границу и завозили в Казахстан для последующей реализации добросовестным покупателям. Почет, забота и трудолюбие. Какой должна быть образцовая Акелин? Ответ на этот вопрос искали участницы конкурса, прошедшего в Ескельдинском районе. В творческом соревновании состязались снохи из разных сел региона. 11 конкурсантов продемонстрировали свои таланты и знания традиций казахского народа. Кто же получил звание «Лучший Келин», узнавала наша съемочная группа. Настоящей усладой для глаз стала выставка, подготовленная умелыми руками участниц конкурса «Лучшая Келин». Молодые женщины представили на суд жюри предметы рукоделия, расшитые курпе, вязаную одежду, а также национальные блюда и кулинарные изделия. Среди конкурсантов молодая многодетная мать Камила Жалгас. Мать пятерых детей уделяет огромное внимание сохранению народных традиций. Я занимаюсь воспитанием детей, а мой муж – животноводство. Я сижу дома с детьми и много времени уделяю тому, чтобы передать им свои знания. Моё хобби – это народное рукоделие, возрождение традиций моего народа. Всё, что представлено здесь на выставке, я собрала или сделала своими руками. Я считаю, что мы должны учить наших детей почитать взрослых и сохранять традиции предков. По мнению участниц конкурса, такие состязания позволяют не только, как говорится, себя показать и на других посмотреть, но и узнать больше о традициях своего народа, а также о том, какой должна быть образцовая килин. А потому девушки с большим желанием приняли участие в творческом соревновании. Очень интересно, я сама согласилась. Седьмой год, как замужем. У нас с мужем есть двое детей, дочка и сын. Сегодня представляю честь села Кужасек. Очень к этому ещё рада. Работаю в школе, учительницей. Я думаю, что килин должен быть примерный, потому что всегда ты везде и повсюду ты на виду. Должен быть целеустремленный. Всегда, всегда везде должна успевать. Конкурс на лучшую килин в Яслидинском районе проводится с 2013 года. И давно уже стал не только традиционным, но и популярным среди жителей. По словам членов жюри, с каждым годом участница показывает всё более серьёзный уровень подготовки, полностью оправдывая цели и задачи данного мероприятия. Конкурс носит воспитательный характер. Мы пропагандируем традиции и обычаи народа уважения к старшим. Современная килин должна быть разносторонней. Она должна успевать и работать, и заниматься домашними делами, и своей семьёй. Также мы проводим этот конкурс, чтобы показать, какие достойные снохи есть в наших сёлах. В этом году в конкурсе приняли участие 11 килин в возрасте от 25 до 35 лет, приехавшие из разных сёл района. Все эти молодые женщины – не только замечательные жёны и снохи, но и прекрасные матери. А потому одним из заданий стало исполнение колыбельной. Кроме того, девушки рассказали о своих семьях, увлечениях и продемонстрировали особые таланты. По итогам всех туров победа досталась невестке из села Кайнорлы – Арнагуль, Мадениет. Впрочем, без внимания не остались все участницы состязания. Они были отмечены дипломами и памятными подарками. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Из-за серии мощных торнадо в США погибли 32 человека. Сейчас в регионах проводятся восстановительные работы, а также ведут поиски пострадавших. Наиболее мощный урон потерпел город Гринвуд, штата Делавер. Порывы ветра в этой местности достигали 130 км в час. В результате непогоды разрушены десятки домов, повреждены транспортные средства. Стоит отметить, в пятницу ураган обрушился на несколько штатов Америки. Среди них Арканзас, Индиана и Теннесси. Президент страны Джо Байден поручил администрации помочь с неотложными потребностями и долгосрочным восстановлением. В прошедший день смеха 1 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря. Однако чувство юмора природы оценили далеко не все. Так как произошедшее пагубно отразилось на метеозависимой половине человечества. Как оказалось, причина возникновения новой гигантской дыры на Солнце. Однако это не последняя в этом месяце магнитная буря. Британские геофизики предполагают, что в апреле произойдут еще несколько таких случаев. Причем уже названы точные даты. До 8 апреля ожидается слабый или умеренный шторм силой в 4 балла. В период с 11 по 16 апреля сила магнитной бури достигнет 3 баллов. Наиболее рекордные по мощности вспышки выпадают на конец месяца. Во время магнитных бурь рекомендуется не подвергать себя лишним нагрузкам. Специалисты рекомендуют употреблять больше воды и ограничить потребление соли. Меткая игра. Спортсмены ЖТСУ завоевали третье место на международном турнире по бильярду. В соревнованиях, посвященных двум юбилейным датам, 50-летию Мангисталской области и 60-летию города Актау, приняли участие ветераны спорта. В общекомандном зачете приняли участие такие известные игроки, как президент Федерации бильярда области ЖТСУ Тахтар Есимов, капитан сборной региона Ахмед Сапа, а также спортсмен Самат Мызахметов. По итогам соревнований Магруф Миняров, выступавший в личном зачете, занял второе место, а ветеран спорта Марат Нусупов завоевал бронзовую медаль. Сразу шесть медалей привезли каратисты из Кельдинского района с чемпионата Азии. Ставшие призером континентального первенства. В копилке команды области ЖТСУ одна серебряная и несколько бронзовых наград. Напомним, чемпионат Азии проходил в сердце Узбекистана, в городе Самарканд. В области ЖТСУ интенсивно развивается кеокушин, будакай карате. Один из основателей этого вида спорта в регионе – Толеген Ермуратов. В настоящее время он обучает искусству восточных единоборств более 60 детей Талдыкургана и посёлка Карабулак. С начала года его подопечные приняли участие в трёх крупных соревнованиях и завоевали около 20 медалей. Самым престижным в этом списке является чемпионат Азии. Мастера восточных боевых искусств тренируются по очереди, разделившись на несколько групп. Каждое занятие длится по два часа. На сегодняшний день спортсмены готовятся принять участие в Кубке Казахстана, который пройдёт в Атарау. Республиканское состязание состоится 22 апреля. Ставки сделаны на главного претендента в этом соревновании – Ануара Реймбек. Он также достойно представил страну на чемпионате Азии в Самарканде. Я занимаюсь каратэ уже два с половиной года. За моими плечами участие в 11 соревнованиях. В моей копилке 11 медалей и один кубок. Среди них чемпионаты – казахстанские в Алматы и Азии в Узбекистане. На крайнем я получил бронзу. Сейчас у спортсменов интенсивный аппарат тренировок. Ведь впереди их ждёт участие в ряде республиканских и международных турниров. Лучшие спортсмены получат путёвку на чемпионат мира в Испании. Редактор субтитров А.Семкин